Я бы хотел, во-первых, поблагодарить ОРК-комитет за предоставленную возможность. Действительно, просто чудесная атмосфера, уникальная просто на самом деле. Такая атмосфера и, в общем, и место чудесное. И, конечно, сложно себе представить, что 25 километров от центра города может быть такая тайга. Извините, москвичовка, для которого 100 километров непрерывных поселений и прочее. Так как мне выпало быть последним, то я, наверное, параллельно с рассказом, может быть, буду составлять какие-то комментарии к предыдущим докладам, скажем, в тех местах, где я не на 100% согласен. Ну и, я не знаю, может быть, давайте так договоримся. Какие-то вопросы по ходу, такие небольшие, так сказать, можно и по ходу задавать, чтобы не забыть. Ну, а, естественно, какие-то фундаментальные вещи я тогда уже, наверное, лучше ответить в конце. Значит, я сегодня хотел бы поговорить немножко о черных дырах и об их основных свойствах, соответственно, в разных моделях гравитации. Потому что понятие «черная дыра», так сказать, ну, понятие есть астрономические черные дыры, то есть черные дыры, которые во Вселенной образуются, а есть черные дыры микроскопических масштабов, которые, так сказать, работают на последних стадиях. Ну, я, естественно, так сказать, у меня ограниченное количество времени, у меня, конечно, будет достаточно, так сказать, будет голубо по Европам. Ну, я постараюсь там, на какие-то, просто, скажем, зафиксировать ваше внимание на каких-то отдельных моментах. Вот. И, так сказать, ну, как вы знаете, как бы поставить там, как психологи говорят, поставить метку. Вот. Значит, что бы я хотел рассказать? Ну, во-первых, я думаю, что имеет смысл рассказать просто, что такое решение типа «черная дыра» в АТО. Ну, что такое в АТО, тут уже, так сказать, целый день до меня рассказывали. Мне уже здесь достаточно просто. А я хотел бы остановиться на метриках Шваршильда, Райснера-Нордстрема, Кера. Вот. Ну, на самом деле, можно Кера Ньюрманом упомянуть и другие. Вот. Я, так сказать, сейчас существует где-то то ли 200, то ли 2000 уже черно-дырных решений. Ну, просто они настолько специфические могут быть. Дальше. Значит, я бы хотел остановиться на эффектах извлечения энергии вращения черной дыры и, соответственно, их практических. Это эффект пенровода суперрадиации. Вот. Эффекты достаточно интересные. И они достаточно, ну, не часто упоминаются на лекциях. Хотя, в принципе, их тоже можно пытаться использовать для поиска черных дыр, для поиска каких-то эффектов. Дальше. Хотелось бы упомянуть квантовые эффекты в гравитации. Ну, естественно, самое и более хорошо известное – это испарение черных дыр. Вот. Ну, и, так сказать, хотелось бы несколько слов по поводу сингулярности, которые говорили здесь. То есть, это, ну, в частности, в качестве примера – это ускорее устранение координатной сингулярности, ну, где-таки типа Крузского, координат там Пан-Лерий и так далее. Далее. Я бы хотел, так сказать, сказать, как модифицируется решение типа черная дыра в моделях. Ну, естественно, что мне проще рассказать то, что мы более-менее знаем. То, что мы делали – это, вот, например, в моделях гравитации с поправками второго порядка по кривизне. Вот. Далее. Значит, я хотел бы сказать пару слов о решениях типа черная дыра в многомерных теориях. Опять-таки, там есть свои особенности. И решениях типа черная дыра, упоминавшихся здесь моделей типа мирно-брания. Ну, и вот еще, так сказать, последнее – это вот, ну, там, неустойчивости, которые присутствуют. Ну, и последнее – это то, что современные решения типа дали через Ании. Вот. И состояние вот того, что происходит в этом бизнесе сейчас. Просто на самом деле, в мире как-то сейчас уже даже любую область науки тоже называют бизнесом. Вот так вот смотришь, и вот даже в статьях вот люди пишут «My business is…» Вот. Или, так сказать, «This business». Значит, ну, давайте тогда это самое. Ну, поехали. Значит, да, еще я хотел предупредить, что, конечно, так как я все-таки уже не первый раз выступаю, то, конечно, где-то частично я буду перекрываться с моими предыдущими докладами. Но, сами понимаете, то есть полностью, так как все-таки мы все сидим более-менее в одной и той же тематике, то как-то полностью, как бы, отрешиться, чтобы рассказать что-то все принципиально новое, мне, конечно, не получится, но какие-то новые вещи я, естественно, постарался внести, чтобы, грубо говоря, из года в год, так сказать, не повторять одну и ту же песню. Значит, ну, начнем с азов, так сказать, ну, вот уже неоднократно записанные здесь Лобернджан общей теории относительности, это то, что она уже совсем слева, да? Ну, да, похоже уже. Так сказать, Лобернджан общей теории относительности, но самая простая версия – это воскорядная гривизна. Значит, соответственно, уравнение Гильберта Эйнштейна, так сказать, те самые уравнения, которые он сегодня с утра уже нам докладчик презентовал. Вот, ну, вот я, так сказать, здесь вот они вот имеют в такой вид. Вот. Ну, просто еще раз обращаю внимание, что стоит скаляр, стоит тензор Ричи, стоит метрика и скаляр Ричи, вот здесь константы и тензор энергии импульса, то есть уравнение Гильберта Эйнштейна связывают свойства пространства-времени и свойства материи, которые здесь в нем предуществуют. Поэтому слева у вас стоит геометрия, справа у вас стоит материя. Соответственно, ну, понятно, что решения могут быть и вакуумные, тогда у вас справа будет стоять вот здесь вместо этого, ну, грубо говоря, эта константа будет равна нулю. Решения могут быть невакуумные. Сразу подчеркну, что если мы говорим о космологических решениях, ну, в которых был предыдущий доклад, то в космологические решения невозможны. В простом случае отсутствие анизотропной однородной вселенной космологические решения возможны только с материей. То есть анизотропной, анизотропной однородной вселенной без материи расширяющейся быть не может. Просто хотелось бы вот это, чтобы было зафиксировано. А если мы пойдем в какой-то более широкий случай и рассмотрим анизотропию, да, возможно. Так, поехали. Ну, значит, метрики типа чёрная дыра. Начнем с самого простого случая. Это сферически-симметричное, асимтонически-плоское решение. Чёрная дыра Шваршельда. Значит, ну, вот я координаты, так сказать, выделил красным цветом. Соответственно, метрическая функция здесь, вот, G0, 0, единица минус 2m делить на r. Ну, и сферически-симметричная часть, она вот тут идет без изменений. Значит, метрика Шваршельда описывает объект, который имеет горизонт событий на r равно 2m. Ну, вы можете посмотреть, что будет, когда r равно 2m, G0, 0 будет равно 0. G1, 1 будет равно, соответственно, бесконечности. Вот. И, значит, значит, здесь есть, так сказать, центральная символярность r равно 0m. Ну, на бесконечности это плоское пространство-время. Ну, опять-таки, стремите r бесконечности и увидите, что вы получите метрику, так сказать, плоского пространства-времени метрика Менковского. А если мы рассмотрим черную дыру с зарядом, ну, например, электрическим, значит, подчеркиваю сразу, это чисто такое теоретическое рассмотрение, потому что черная дыра с таким будет, естественно, неустойчивая. Ну, представьте сразу, что вот вы повесите в космосе большущий электрический заряд, положительный, например. Ну, понятно, что у вас тут же соберется облако виртуальных электронов. За счет того, что у вас вот эта бешеная энергия, они у вас станут реальными и закроют его шубу, и, вообще говоря, у вас просто будет все скомпенсировано. Задачи такие просто делались. Время распадения метрики Рейстера-Нордстерма к метрике Шваршнера равно 10 минус 8 секунды. По-моему, я сейчас за цифру, конечно, не ручаюсь, но порядки вот такие. Значит, ну, как бы для, так сказать, теоретического описания, ну, вот вы видите, что можно сюда добавить заряд. И у вас уже метрика будет иметь два заряда. Значит, дальше метрика Кера Ньюмана, ну, я сразу выписал, так сказать, в максимальном виде метрика Кера Ньюмана. Значит, ну, опять-таки, вот вы видите, что у нас тут есть масса черной дыры, есть у нее заряд и есть момент вращения. Это описание для черной дыры, ну, в основном это описание, если мы, опять-таки, заряд это уже, как бы, теоретические дополнения. Просто метрика Кера, это, вообще говоря, основная метрика для описания черных дыр во Вселенной. То есть, вот те черные дыры, которые являются активными ядрами галактик, те черные дыры, которые работают в двойных системах, это черные дыры Кера. Это черные дыры, которые описываются метрикой Кера. Еще один интересный момент. Вот если мы посмотрим на эту метрику и скажем, что у нас R очень большое. Ну, например, мы, грубо говоря, черная дыра, она где-то там, мы здесь. То есть R много больше M, ну, и, соответственно, в данном случае также и Q. Это означает, что она у нас сведется к метрике Шварша. Ну, вы можете сами ради интереса просто проделать, что останется из верстной лицей бесконечности. Что это означает? Это означает, что для удаленного наблюдателя, который далеко, черная дыра будет, по большому счету, описываться метрикой Шварша. Почему, так сказать, вот, почему я этот момент подчеркнусь? Ну, вот тут, дело в том, что, на самом деле, чем теория проще, тем лучше. Вот Дарья Алексеевна очень подчеркнула, что у вас есть уравнение, вам эти уравнения надо решать. Поэтому, естественно, что в любой момент мы стремимся к более простой теории. По этой причине, если вы можете общую теорию относительности свести к теории Ньютона, с поправками, например, то понятно, что будет сведено. Почему? Потому что уравнение теории Ньютона, простите, это обыкновенное дифференциальное уравнение. Метод Рунгикута, так сказать, работает хорошо. Уравнение теории относительности – это дифференциальное уравнение в частных производах, в общем случае. Я напомню, что общих случаев, общего метода решения, численного решения дифференциальных уравнений в частных производных нет. Там есть типы уравнений, какие-то из них какими-то методами решаются. Но вот так, чтобы, например, в механике Ньютона вы взяли, поставили на счет, нет. Поэтому, если вы можете свести к механике Ньютона чех-то мы хвала. Точно так же, как вот преобразование, то, что, Боря, вы рассказывали о преобразовании Ньютона, и дальше преобразование, допустим, закон сложения скоростей, грубо говоря, Ньютоне и Лоренса. Опять-таки, Ньютон-то проще. Ну, Галилея. Преобразование Галилея, преобразование Лоренса. Вы там как-то аккуратно прошлись, помимо этого, я бы хотел сказать, что я не могу с этим согласиться полностью. Так, поехали дальше. Значит, теперь, один из эффектов, который я бы хотел упомянуть, это процесс Пенроуза. Ну, Роджер Пенроуз, так сказать, это профессор Каммерджа, он работает на одной кафедре со Стивеном Хокингом, и, в принципе, тоже оставил достаточно значительный след гравитации. Что это такое? Процесс Пенроуза говорит о том, что если у вас летит частица, который попадает всего лишь в оргосферу черной дыры, то есть идет взаимодействие только с вращательными, с вращением черной дыры, и там распадается, то за счет взаимодействия с вращением черной дыры у вас вылетающая частица может приобретать энергию большую, чем та частица, которая на нее упала. Ну, я позволю себе здесь не приводить, так сказать, формулу, но если надо, то я рекомендую книжку Новиков Фролов «Физика черных дыр». Она, на самом деле, есть в интернете, так сказать, и PDF этой книжки там легко скачивать, или дежавю, по-моему, в информации она есть. Эффект, так сказать, Пенроуза. Чем этот эффект интересен? Значит, потому что, если мы рассмотрим дополнительные ограничения, то для мод, то для определенного типа мод у вас процесс приводит к уменьшению перекачки вращательного момента черной дыры в энергию уходящей радиации, ну или в энергию уходящей частицы. Значит, причем интересно, что для электромагнитной волны, значит, этот, так сказать, коэффициент усиления 4%, а для гравитационной волны 138%. То есть, это означает, что, на самом деле, если все-таки до гравитационных волн, до регистрации гравитационных волн дело дойдет, то, составляя вот ту самую картину, которую рисовали для планка, может быть, можно было бы как-то выявлять те же самые черные дыры и особенности топологической структуры пространства-времени. Вот, в частности, за счет этого эффекта под названием суперрадиация. Дальше. Ну вот я бы хотел еще опять сказать несколько слов об испарении черных дыр. Что такое испарение черных дыр? Значит, процесс, если предыдущий это был просто полностью классический эффект взаимодействия частицы с вращательными моментами, то это уже квантовый процесс на фоне искривленного классического пространства-времени. Я подчеркиваю, что испарение — это квантовый эффект, но при этом гравитация остается классической. Ну, я напомню, что первичное квантование — это когда у вас квантовые процессы на фоне классического внешнего поля. Вот это уровень первичного квантования. Значит, процесс заключается в том, что у вас рождается пара частиц-античастица, и если частица у вас уходит на бесконечность, а античастица падает внутрь, то у вас получается положительный поток энергии от черной дыры. Значит, мне гораздо больше нравится описание, предложенное Парихом и Вильчиком. Ну, Вильчик — это, так сказать, анабельский лауреат, мы были пятилетней давности. У них была очень великолепнейшая статья в 2000 году. Значит, они предложили другой механизм. Они предложили рассматривать испарение как процесс туннелирования через потенциальный барьер. То есть, горизонт событий, который здесь, я боюсь, у меня уже... Потому что это не работает. А указки здесь никакой нет. Ну, ладно, если бы мы лазерную указку. Ну, лазерную указку мы все делаем. Ладно, давайте, я думаю, что страшного. Значит, что такое рассмотрение... А, есть? Спасибо большое. Спасибо большое. То есть, в чем заключается и суть идеи Париха и Вильчика? Они говорят, что давайте рассмотрим туннелирование частицы через потенциальный барьер горизонта событий. И это туннелирование — это хорошо известный эффект из квантовой механики просачивания через потенциальный барьер. И, соответственно, те частицы, которые просачиваются через потенциальный барьер горизонта событий, будут составлять так называемый outgoing radiation — уходящий, так сказать, уходящий поток. Значит, это можно рассчитать. Ну, я просто не стал приводить это дело. Но, в принципе, это рассчитывается. Получаются те достаточно внятные результаты. И мне, ну, не знаю, может... Мне такой подход кажется, может быть, чем-то более наглядным. Ну, вот здесь мы также, так сказать, попытались рассмотреть два сценария, которые вы сейчас активно обсуждали. Ну, они, в самом деле, очень давно активно обсуждаются. Ну, я просто нарисовал, чтобы плавно перейти, вот, так сказать, к аргументам Хокинга двух недель, ну, наверное, трех уже недельной давности. Значит, вот мы рассматриваем испарение черной дыры. Мы видим, что у нас идет положительный поток энергии на плюс бесконечность. Отрицательный поток энергии у нас сваливается в черную дыру, черная дыра испаряется. Значит, какая судьба? Что будет в конце? Значит, в конце возможен вариант. Вариант один. Черная дыра испаряется полностью. Это вот, то есть, грубо говоря, у нас сначала была черная дыра, она полную испарилась, у нас все превратилось в излучение. В этом случае, ну, на самом деле, положительный момент, что... То есть, люди считают по большинству, большинство людей считает, что результатом будет вот именно это. Значит, второй вариант, что черная дыра испаряется не полностью, он до некоторого реликтового остатка, который уже летает себе, так сказать, ну, допустим, если это реликтовый остаток планковских размеров, 10-33 сантиметра, но он себе летает и летает, вы просто не заметите. Вот, тогда, значит, что, так сказать, какие плюсы и минусы? Я вот не очень понимаю, почему, но большинство людей считает, что черная дыра должна испаряться полностью. И более того, мне очень запомнилось, я тогда был как раз на этой конференции, сейчас, в Утрехте, у Техофта, и он очень интересно устроил свободную дискуссию, и просто предложил этот вопрос решать голосование. Когда в парламенте принимается закон о поддержке очередных малоимущих или многоимущих, значит, вот точно так же, вот на самом деле за реликтовый остаток было буквально несколько человек, а так вся аудитория, где-то человек 300, считали, что должно испариться полностью. И с тех пор, действительно, в литературе везде говорится, что, как-то, ну, люди считают, что должно испариться полностью. Это не очень хорошо, потому что вы получаете ту самую проблему квантовой конкерентности, вот о которой, так сказать, Боря здесь уже сегодня упоминал, вот, что это означает? У вас на входе была материя, группа говорят, ну, представьте, что у вас в черную дыру свалился телевизор, или, я не знаю, там, учебник по квантовой электродинамике, а на выходе у вас будет только свет. То есть получается, что вся информация, которая была в учебнике, в учебнике, ну, или там, телевизор, там, не знаю, шоу за стеклом, или что там, дом-2, все свалилось в черную дыру, и там, вот, а на выходе у вас всего лишь чистый свет. Вот, то есть, переводя на язык строгой математики, это означает, что у вас на входе было чистое состояние, а на выходе смешанное. Вот, говоря строгим языком, это называется нарушение квантовой гигантности. Вот, и, в принципе, вот как-то с этим надо бороться. Вот, я, это обсуждение идет очень давно, то есть, я еще помню, даже когда я только закончил аспирантуру и пришел на работу, ну, еще в аспирантуре, когда вот по конференциям уже начал делать, постоянно шло обсуждение, вот, как решать проблему квантовой гигантности. Мне, вот, одно из предложений, которое активно обсуждалось, это было предложение Техофта, первое предложение, о взаимодействии, outgoing, и, грубо говоря, падающей, и, то есть, того, что падает на черную дыру аккоррекционного вещества, и уходящего. То есть, где-то там уже они на подходе к черной дыре взаимодействуют, и тогда, действительно, энергия, вот эта вот информация теряется на этом взаимодействии, ну, она, грубо говоря, переходит в тепло, ну, там, выделяется, там, так сказать, что-то выделяется, так сказать, вот тут вот падает информация. Ну, тогда, действительно, Техофт писал там эту С-матрицу, вот, ну, вот, до конца этот вопрос не есть до сих пор. По этой, я, вот, так сказать, хотел бы упомянуть, на самом деле, постоянно появляются статьи, но, вот, я вот упомяну, была большая статья «Jerome High Energy Physics» в 2013 году, значит, Альми Эйри, Морольф, Полчинский и Силь Салий. Значит, они уже начали, вот, говорить о том, вот, и где-то примерно в середине января вышла достаточно шумевшая работа, ну, она пока существует только в виде электронного предпринта, Стивена Хокинга, ну, вот она, видите, 14.01.5761, архифорум. Значит, аргументы Хокинга, то есть, против существования, так называемого, он обозвал непроницаемого горизонта Firewall. Вот, то, что, ну, непроницаемый, имеется в виду, что из-под него ничего не может выходить. Он говорит, опять, вот, то, что я вам рассказываю, противоречие, что идея полного испарения, так сказать, противоречит квантовой конкретности, ну, или еще, можно сказать, ЦПТ-энвариантности. Напомнить, что это такое? Значит, существует, это еще, кстати, работа Андрея Дмитриевича Сахарова, существует несколько способов преобразования. С, это, значит, charge, то есть вы меняете местами заряды, плюсы и минусы. П, партий, значит, это, соответственно, четность, нечетность. И Т, это замена Т на минус Т. Вот, была доказана теорема, что произведение этих трех величин равно единице. Это теорема, которая была доказана, по-моему, с Сахаром, по-моему, были у покойного Нобелевского лауреата Гинсбурга на эту тему тоже работы. Вот, это вот была достаточно такая активная тема, ну, это лет 40 назад, 30-40 назад. Предложение Хокинга для того, чтобы решить вот эту проблему черных дыр, заключается в том, что горизонты могут быть только мимыми. То есть, горизонт событий, на самом деле, это некая такая мимая величина, существующая только, так сказать, не постоянно, а от времени она возникает и куда-то пропадает. И черная дыра, это просто некое метастабильное, граничное состояние гравитации. Ну, вот, кстати, вот именно после вот этой вот знаменитой фразы Хокинга, газеты запестрели, так сказать, словами о том, что Хокинг закрыл черные дыры. Вот после этой фразы. Ну, я позволю себе свое, так сказать, мнение сказать, хотя, конечно, я его не навязываю, я могу быть и неправым. Ну, во-первых, эффект такой, что открытие отрывается от своего автора. Например, ну, мы знаем, что теория относительности появилась примерно в 1912-13 годах. Значит, Аберт Эйнштейн жил до 60-х годов, он, по-моему, в 63-м году, например. И вы понимаете, Аберт Эйнштейн мог заниматься теорией относительности Аберт Эйнштейна наравне с другими людьми. То есть теория относительности Аберт Эйнштейна существовала уже во многом независимо от человека по имени Аберт Эйнштейн. И, грубо говоря, то есть так же, как теория самые Аберт Эйнштейна и Розена, вот они там пытались развивать, потому что всегда возникает вопрос, а что делал Эйнштейн после 2020 года? Он прожил после этого еще очень долго, на самом деле. И по этой причине он мог развивать теорию относительности наравне с другими. И, кстати, у других это получалось лучше. Единого тут сегодня упоминались, так сказать, укринался поход Халуцци-Кляйна, который пытались использовать для объединения гравитации и электромагнетизма. И поэтому, что касается здесь, ну, Стивен Хокинт может считать такое, так сказать, может полагать там. Ну, не знаю, значит, на мой взгляд, эта точка зрения не до конца коррелирует с современными астрономическими данными. Потому что, ну, вот я помню, по последнему докладу Анатолий Михайловича Черепущенко, там уже 200 наиболее вероятных кандидатов в черные дыры найдены. Вот просто по астрономическим наблюдениям. Более того, уже были такие статьи, где люди пытаются мерить в черных дырах кера независимую массу и момент вращения. И, ну, говорить, что все это некие недостабильные состояния, ну, на мой взгляд, это требует дополнительного рассмотрения, по крайней мере. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что вот эти проблемы, которые существуют, их можно как-то решать менее радикально. Потому что иначе вот это вот радикальное заявление, ну, оно начинает противоречить, например, астрономическим данным. Вот, что, в общем-то, как-то не сменить хорошо. Так, сейчас. Ага. Ну, здесь я хотел сказать, просто дать несколько, так сказать, я тут сейчас говорю слова-слова-слова-слова. Значит, я бы хотел дать несколько формул. Вот. Ну, спектр испарения черной дыры, значит, это, я сошлюсь на работе Донна Пейджа 72-го года, физреф, у нее там был цикл работ, в которой было проработано испарение очень полно-полно-полно. Значит, аспект, скорость потери энергии, ну, вот, черной дыры, можно описать вот таким интегралом, скорость потери момента черной дыры, вот она описывается так. Вот, какие интересные выводы, так сказать, из этого делаются? Значит, скорость испарения черной дыры, ну, если мы подставим все константы, так сказать, по возможности, у нас будет описываться, ну, здесь есть некая дополнительная функция, конечно, появляется, это понятно, зависит от типов вещества. Но, самое главное, вот, если мы порассмотрим, то у нас скорость потери массы будет равна год пропорционально единице на квадрат. А скорость потери момента будет пропорционально единице на м. Что это означает? Это означает, что у нас, так сказать, для тех черных дыр, для которых это актуально, она сначала полностью сбросит момент, и через очень короткое время можно про момент забыть, и мы будем уметь со шваржерской, делать не вращаясь с черной дырой. Вот я просто хотел бы обратить ваше внимание на эти две небольших формулы, и черная дыра при испарении сбрасывает момент, прежде всего сбрасывает момент, и только потом, так сказать, уже не спеша она избавляется от массы. Вот. Теперь другое. Значит, еще раз, так сказать, проинтегрировав, там, вот эту верхнюю формулу, мы, ну, я, естественно, выписываю, так сказать, там, значение на уровне порядка, потому что я думаю, что тут точное, там, значение с точностью первого знака после запятой неизвестно. То есть, если бы я даже эти оцениковик, то вряд ли они что-то тут бы нового дали. Но, если мы подставим время жизни Вселенной вот в верхнюю формулу, то мы увидим, что за время жизни Вселенной, ну, чтобы черная дыра испарилась полностью, за время жизни Вселенной, то иначальная масса должна быть нижать в диапазоне в районе 10-15 степени грамм. Много это или мало? Значит, ответ. Мало, потому что масса Солнца 10-33, по-моему. Я сейчас опять могу там запутаться плюс-минус один порядок, но примерно 10-33. Вот сравните 10-33, так сказать, масса Солнца, и 10-15. Это означает, что для черных дыр в астрономии процесс испарения можно игнорировать. И это актуально только для черных дыр, которые рождались уже вот первичных, которые были маленькими, которые могли испариться. Потому что, опять-таки, если у вас черная дыра будет иметь массу 10-33 грамма, ну, вы видите, просто, то есть у вас просто разница 15-17 порядков. Ну, и знаете, это, вот, можете просто сравнить, разница 17 порядков, размеров, так сказать, ангстримент, ну, фактически это разница между нашими масштабами и масштабами и размером электронов. Так, дальше. Еще один момент, к которому я хотел бы обратить ваше внимание, у меня сегодня получается немножко эпилептично, я просто стараюсь обратить ваше внимание на такие узловые моменты, вот, ну, и дальше я готов еще буду отвечать на какие-то вопросы, может быть, чтобы как-то, так сказать, это дело сделать. Значит, тут говорилось несколько слов про сингулярность. Сингулярность – это точка, в которой у вас, в грубе, в метрике появляются нули. То есть, например, у вас в метрике вот тут появляется где-то ноль. Это, ну, вернее, даже не столько ноль, сколько бесконечности. Ну, в метрике Шваршинга, потому что, если у нас ж и ноль будет равно нулю, то ж и один один, которая равна ж и ноль минус первой, будет равна бесконечности. Значит, сингулярности бывают разных типов. Есть книжка английского, так сказать, математика Кларки, вышедшая, по-моему, в 97-м году, где он, собственно, дает классификацию разных типов сингулярностей. Но до этого этим занимался Стивен Хокинг в книжке про структуру пространства-времени. Это непопулярная, это уже такая серьезная книжка. Но Кларки он, как бы, подвел полностью, так сказать… И, ну, как бы, наиболее важно, наиболее важно, мне кажется, следующее, что если просто у вас в метрике существуют, так называемые, устранимые и неустранимые сингулярности. А если у вас, так сказать, сингулярит метрика, это еще, в общем, ничего не значит. То есть у вас должна сингулярить кривизна. Вот, если у вас сингулярит кривизна, даже не просто кривизна, а квадраттензора Риммана, тогда это так называемая физическая сингулярность, и, так сказать, с ней уже ничего не сделаешь. Если у вас кривизна остается конечной, а сингулярит метрика, это означает, что вы можете эту сингулярность убрать. Например, классический пример – сингулярность на горизонте черной дыры. Вот, если вы произведете замену переменных вот такого типа, то вы получите метрику, которая у вас записана здесь. Чем она отличается? Ну, тем, что в точке R равно 2m у вас здесь нигде не будет бесконечности. У вас здесь нет бесконечности в точке R равно 2m. И все. Ну, да, здесь будет ноль, но, как бы, ну, хорошо, у вас тут немножко изменился размер пространства. Но, по крайней мере, бесконечности вас нет. Критерием возможности сделать такое преобразование является поведение, так сказать, кривизны. Дальше, значит, хорошо. Ну, вот здесь, так сказать, в предыдущих докладах говорилось о необходимости рассмотреть, так называемые, расширенные теории. То есть, выйти за пределы теории относительности. Ну, во-первых, это действительно всем известные эффекты, так сказать, тёмной материи, тёмной энергии. Я бы ещё упомянул квантование гравитации, вот, ну, в общем-то самое. Ну, вот, как уже сегодня упоминалось, один из подходов – это добавление, так сказать, членов высших порядков по кривизне. Что это даёт? Ну, значит, опять-таки, могут быть разные поправки. Вот, сегодня упоминалось гравитация Лаурока. Гравитация Лаурока говорит о том, что, если у вас вторая поправка имеет вот такой вот вид, то это топологический вариант, и у вас не повышается порядок уравнений. Значит, ну, это членов Гаусса-Панель. Значит, ну, вот здесь я выбил, и я, так сказать, прошу вас обратить внимание на наиболее общий вид сферически симметричной метрики. Типов этих метрик у меня есть несколько, потому что понятно, что вот эти вот метрические функции можно гонять сюда, сюда, там, и так далее. Ну, к системам уравнений, так сказать, которая получается, если мы её сделаем, вот она будет иметь такую структуру. Это матрица, фактически, потому что у вас, так сказать, вот, неизвестные функции выглядят таким вот образом. Ну, вот особые точки решения можно, так сказать, рассмотреть. А вот виды, так сказать, как изменяется решение типа чёрной дыре уже в гравитации второго порядка по крепизне. Ну, вот это вот у нас решение Шважерда. Ну, единица минус двоим делить на r. Поэтому вы все прекрасно узнаете эту обратную к пенгуру. Вот. В новом виде, значит, у вас тоже есть регулярный горизонт, но появляется, так сказать, как есть, регулярность на конечном радиусе и новое нефизическое метро. Вот. Значит, что это означает? Ну, вот, если мы рассмотрим, так сказать, этот вид решения с разными массами, то у нас просто это будет вот тут решение с большой массой, решение с массой поменьше. Вот тут будет какой-то предельный случай, не будет случай, когда не будет массы вообще. Сразу просится, так сказать, вот эта идея рассмотреть испарение чёрной дыры. То есть это означает, что уже, допустим, вот тут мы выписали ограничение, так сказать, что минимальная масса, по большому счёту, определяется только параметрами теории. Значит, ну, вот я хотел тут дальше показать вот испарение чёрной дыры в разных моделях. Вот, собственно, вот как выглядит испарение по закону Хокинга, на самом деле Бегенштейна Хокинга обычно говорит. Вот. Это простейшая модель, как будет выглядеть график испарения простейшей модели, если мы допускаем, что чёрная дыра испаряется не полностью, а до релитового остатка. То есть, ещё раз, вот этот график, когда чёрная дыра испаряется полностью, это до релитового остатка. Значит, вот это будет тоже до релитового остатка, но, так сказать, если она испарилась, у неё от него уходят не фермионы, а позоны. Вот это вот будет чёрная дыра, так сказать, в гравитации второго порядка. Вы видите, что она здесь испаряется гораздо интенсивнее, потом здесь гораздо больше, будет точка максимума испарения, и дальше она снова идёт вновь. Ну, вот тут вот о модели некомпактных дополнительных измерениях. Так, здесь что-то получилось у меня не было. В принципе, если мы рассмотрим испарение в моделях с некомпактными дополнительными измерениями, то энергия станет здесь. Значит, если мы сравним вот это вот испарение чёрных дыр в разных моделях, то мы увидим, что здесь в момент максимума будут значения такие, 10-20 электронов вольта, ну а в нуле, то есть там у нас будет энергия. В принципе, вот эта вот, значит, вот эта энергия может служить для объяснения эффектов космических лучей сверхысоких энергий. Вот, когда я упоминал в предыдущем закладе, в принципе, одна из моделей вот перед вами. Так, ну вот это вот особенности, это вот были особенности, что происходит в четырёхмерной теории. То есть, как бы, подытоживая тот момент, что в четырёхмерной теории вы можете создать, ну, вы понимаете, что как только вы расширяете конечных параметров, у вас появляется гораздо больше возможностей. Так, многомерное решение. Ну, метрику, значит, я, так сказать, уже, естественно, хочется написать сразу метрику Гаусса-Банне. Понятно, что если существует немногомерное решение просто Швашильда, оно называется метрик Тенберлини, ну, вернее, как-то имеют, там как-то может быть более хитро, но с произношением итальянских фамилий всё время проблемным. Ну, в конце концов, итальянцы тоже нас всё время коверкают. Ну, и в качестве шутки мы действительно так. В итальянском языке название столицы нашей Родины – Мосика. Серёж. Значит, если мы рассмотрим многоверное решение Шваржи Гаусса-Банне, то, значит, вот если мы вот так вот выпишем метрику, то было получено решение, ну, решение тоже было получено, наверное, 30 назад, там, по-моему, будет бульвар и дезер. Вот, очень много сделала, сделала такая дама из Тайваня, причём у него какой-то мужское имя Роджер Кай, ну, как-то у меня, ну, китайцы вообще очень семинария сложно, вот, не всегда. И вот так вот существует такое решение. Значит, эти решения можно вычислить температуру, можно вычислить массу. Вот, но, что я хотел, так сказать, тут самый главный подчеркнуть, я, в принципе, эти вещи показывал уже там два месяца назад, что, если мы сравним температуру, скорость испарения в разных моделях, то мы увидим, что, в общем-то, она будет значимо отличаться. В принципе, это может служить как одним из аргументов для поиска. Я почему-то, понимаете, я говорю, просто это, может быть, опять-таки, это работает с моей точки зрения о том, что физика наука экспериментальна. И поэтому любые, вот, если вы вводите какие-то новые сущности, то первое, что вы должны сделать, это показать, как вы эти сущности можете зарегистрировать в эксперименте, ну, или увидеть в эксперименте, или вытащить из наблюдений, допустим, астрономически. Потому что иначе, ну, как бы, вещь себе, ну, вот, хорошо, знаете, как-то, помните, как этот ковбой Джо, который, в общем-то, его никак не могут поймать, потому что он никому не нужен. Вот так и здесь. Значит, несколько слов о том, как эти решения все ловятся. Вот только ищутся. Ну, вот, тут как раз я так, был разговор о том, как делится, вот, как делится метрика. Делится метрика на четырехмерную часть и дополнительную. И точно так же пятимерные уравнения, естественно, как бы они сводятся к четырехмерным уравнению, это называется словом редукция. Значит, ну, вот, сначала появились так называемые решения типа «черная струна», «черная брана». Вот, ну, по большому счету, так получилось, вот здесь, если вы видите, что тут стоят, так называемые, «шва-шель-тлайк» типа «шва-шель-метрики», вот, и они… Значит, но эти решения неустойчивы. Почему? Ну, потому что у вас, смотрите, у вас, значит, в какую структуру решение имеет структуру струны, у вас есть одно длинное измерение, и, так сказать, какие-то шарики на концах. Ну, естественно, что она ведется. Вот, вот здесь это записано, так сказать, в более строгом виде. Вот, значит, и это называется неустойчивость и Грегори Левлей. Значит, так сказать, то есть у вас, значит, вот это было численно посчитано, параметр, так сказать, и Грегори показано, что у вас просто происходит неустойчивость. Значит, еще один момент, о котором я бы хотел, так сказать, обратить ваше внимание, это еще способ описания ускоренно движущих черных дыр. Ну, понятно, изначально это, как и расценивалось, для ускорителя, вот, но, в принципе, иногда это используют и в астрономии. Ну, вот, это, так называемая, цель метрики. Просто я просто, почему обращаю ваше внимание, потому что я по статьям просто встречал, когда люди пытаются обычной метрикой рассматривать с ускоренным движением, ну, и, в общем, получают весьма странное люто. Дальше. Значит, решение, так сказать, черная дыра уже в моделях Randall Sump, которая здесь сегодня упоминалась. Не так, значит, ну, где-то в 2000 году было предложено решение, так сказать, дали очерезания. Вот. Ну, например, у нас, так сказать, в моем острове на языке аспирантки его называют решение дадлихоизрезания. Значит, оно имеет, в принципе, ту же самую структуру, что Райсен-Норстрем. Вот. Значит, оно имеет ограничение на значение приливного заряда. Вот. Ну, вот еще, так сказать, предыдущие докладчицы, так сказать, это ограничение по правилам на шесть порядков, так сказать. Вот. Так что вот это вот решение, которое существует. Ну, и дальше, значит, черные дыры, так сказать, важное замечание то, что испарение черных дыр происходит в основном на брану, где-то было показано. Вот. И это закрывает вопрос о том, что, так сказать, скорость испарения черных дыр в моделях мирного брони, она может сильно отличаться. И за счет этого можно решать какие-то проблемы, например, на страну. Буквально за последний год появилось море новых решений в черной, так сказать, в ВС-гравитации. Ну, я вот тут просто выписал, чтобы показать это решение Абдульхами Пейджак. Вот. Ну, я даже не стал выписывать формулы решений Фигураса Вайсмана. Вот. Но важное замечание, как действительно было подчеркнуто Борей, все эти, все эти решения, ну, скажем, если мы будем их искать там через, там, как-то на эксперименте их отличия, к сожалению, они вот совпадают. Их предсказания на масштабах Солнечной системы будут совпадать с предсказаниями стандартной черной дырешваши. Вот. Ну, я еще тоже хотел бы, так сказать, просто обратить ваше внимание, так сказать, просто чтобы, ну, может быть, я уже об этом говорил раньше, но я хотел бы просто еще раз обратить внимание, что одним из наиболее проработанных и наиболее популярных методов проверки современных моделей гравитации является пост-нютонский формализм. То есть вы можете, так сказать, любую теорию гравитации вы делите, ну, понятно, вы из нее вычленяете теорию Ньютона, если у нее есть ньютонский предел, естественно. Вот. И дальше вот у вас это параметры, сама теория, и вы ее раскладываете так, чтобы привести к стандартным параметрам. И, так сказать, если у вас эти параметры совпадают, то, значит, если эти параметры у вас, так сказать, по этим параметрам вы можете судить какие-то слова антивы. Ну, в частности, например, для решения Антель-Рахими Пейджа, вот, у вас, значит, вот, если вы рассматриваете, у вас, ну, я напомню, что для стандарта, буквально здесь стоит единица на квадрат, поэтому неотвечимо от, а для решения Фигуруса Вайсон у вас там получаются, так сказать, чуть-чуть дополнительные значения на один из параметров, но, так сказать, опять-таки это вне, опять-таки это лежит на данный момент вне возможности экспериментальной регистрации. Хотя, вот сейчас, конечно, действительно, точность все время повышается, ну, и за счет накопления данных, мы помним, что и статистический корень из количества данных на этой знаменателе стоит, вот, и за счет увеличения точности экспериментов. Ну, и, вот, я, так сказать, то есть, какой сухой остаток, что, действительно, я вот тут просто привел в пример несколько чернодырных метрик, вот, главное, то есть, самое главное, что они не по свойствам, они очень не отличаются по предсказаниям для эксперимента, по крайней мере, на то, что вот известно на данный момент от стандартной метрики Шваршильда, вот, что существует во Вселенной, значит, достаточно много кандидатов в черные дыры, которые, ну, которые, как-то по-другому объяснить нам в данный момент не удается. Вот, ну, и вот, как раз я хотел сказать, что вот решение черной дыры ФВРС гравитации не противоречит существующим наблюдательным данным в Солнечной системе, но я имею в виду там та же лазерная локация Луны, так сказать, когда вытаскиваются, вот, ну, и, соответственно, спасибо. Пожалуйста, пытался изобразить вас зрителей, которые все это пытаются понять. Пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста, можно, пожалуйста, я, ну, небольшой комментарий, чтобы покровать того, что вы говорили про инфинизм строения черной дыры, когда предложили дыры через потенциальный барьер. Ну, это не я предложил, что это предложил. Да, предложил. А вот можно ли, ну, комментарий такой, ну, вернее, как бы как объяснить поподробнее, потому что я сегодня представляю, что черная дыра, черная дыра – это что-то очень массивное, очень плотное. И, ага, оттуда может что-то вылезать? Какого-то вопроса? Понимаете, в чем дело? Вы абсолютно правы. Во-первых, насчет плотности. Понимаете, вот это, на самом деле, проблема, которая сейчас достаточно активно обсуждается в литературе. И, в частности, вот Стивен Хокинг тоже про нее сказал несколько слов. Вообще, что такое горизонт? Понимаете, горизонт – это некая топологическая вещь, это не вот какая-то плотная стенка. Действительно, внутренняя структура черной дыры, с точки зрения классической физики, это черный ящик. Мы не знаем что-то. Да, действительно, если мы хотим говорить какие-то слова о квантовой гравитации, волновой функции Вселенной, мы как-то должны. Но, вообще-то, с точки зрения АТО, нет траекторий, которые бы выходили изнутри наружу. Нет. Мы не знаем, что находится внутри. Действительно, мы знаем, что очень высокая плотность, и просто потому, что мы можем вычислить ее, мы знаем объем, мы знаем массу, опять-таки астрономические наблюдения. Но, значит, мы не знаем внутреннюю структуру, мы не знаем. Что касается просачивания через потенциальный барьер горизонта событий. Понимаете, это уже эффект квантовой механики. Ведь, если вы вспомните, например, классическую физику, то в классической физике это запрещенный переход. У вас есть потенциальный барьер, у вас есть частица вот с таким уровнем энергии, и в классической физике, грубо говоря, плотность с этой стороны будет равна нулю, правильно? Но в квантовой механике, тут помогаясь первой, значит, квантовой механике, которая проходит в курсе, вы считаете, вот здесь получается все-таки действительно поток просачиваемый через потенциальный барьер. Просто этот же механизм был предложен для объяснения испарения черной дыры. То есть, вопрос такой, вы хотите понять, как это физически там может происходить? Здесь возникает некоторая путаница как бы понятий, что называется бытовых здравого смысла, который нам кажется правильным, и понятий вот этих релятивистских, которые на самом деле от нашего бытового здравого смысла очень велики. Вот что такое масса черной дыры? Это не значит, что там 28 килограмм железа, да, грубо говоря. Масса черной дыры, она возникает, это понятие возникает из гравитационного коллапса, да, у вас вещество коллапсирует, оно имеет массу, да, и в результате у вас есть черная дыра вот с массой. Ну, вообще говоря, черная дыра — это не вещество, и горизонт — это не поверхность, черная дыра — это пустое пространство с очень сильным гравитационным полем. И именно этим черные дыры, кандидаты в черные дыры астрономические, именно поэтому они являются кандидатами именно в черные дыры, да, а не сверхплотные там нейтронные звезды, да, какие-то или еще что-то. Потому что основное отличие черной дыры от, например, нейтронной звезды — отсутствие поверхности, горизонт — это не поверхность. Вот Станислав Олегович очень много говорил о устранимых и неустранимых сингулярностях в метрике, да, то есть у вас, если вы просто смотрите на метрику Шварцшинга, у вас есть расхождение на горизонте, у вас есть расхождение в нуле, да, в сингулярности. Но расхождение на горизонте — это вопрос выбора системы координат. Если вы выберете другую систему координат, у вас там не будет никакого расхождения, все регулярно, да, с точки зрения наблюдателя, падающего в черную дыру, момент пересечения горизонта ничем не отличается от любого-другого момента траектории. Это не такая уж и особенная с точки зрения падающего наблюдателя, не такое уж особенное место этот самый дырозон. И в этом смысле масса черной дыры — это характеристика. Ее не стоит настолько буквально воспринимать как массу, а частицы, которые вылетают от черной дыры, как то, что они от нее как бы отколупались и полетели. В этом смысле черная дыра — это пространство пустое, с сильным гравитационным полем, а в сильном поле, конечно, могут рождаться частицы, как мы знаем. В этом смысле, да, уже разговоры поле, потенциальный барьер, коммунирование выглядят уже как-то более естественно. Какая разница поверхности и горизонта? Как это разлучается? Слава Кривич, вы сами не любите? Давайте мы же так классно это сами. Ну, поверхность понятна, да? Вы имеете в виду, как они различаются в наблюдениях? Вам же говорите, что принципиально будут различия кислоты, 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 кислоты. Когда у вас, смотрите, в космосе, как мы вообще видим черные дыры, только если на них что-то падает, да? Акрицирует на них газ, пыль, получается акриционный диск, вещество в нем разогревается, от трения самого себя, да? И разогревается, и начинает светиться. Начинает светиться, и акриционный диск этот мы по итогам видим. В середине пусто, серединка эта маленькая. Судя по движению вещества в акриционном диске в этом самом маленьком пустом пространстве, что очень-очень тяжелое и темное, да, поскольку мы его не видим. Если бы там было что-то с поверхностью, то когда вещество падало на поверхность, оно бы с ней взаимодействовало, правда? Представляете себе столкновение вещества на таких скоростях? Это взрыв. Мы бы это видели. Взаимодействие бы происходило совсем по-другому, значительная часть энергии переходила бы в излучение. А так все куда-то проваливается и нет. Вот основное отличие гандидатов в черные дыры от просто компактных объектов. То есть почему астрофизики, на самом деле, о них говорят достаточно уверенно? Потому что есть указания на отсутствие у этих объектов поверхности. Единственная проблема, почему астрофизики не могут четко сказать, что черные дыры есть, потому что для того, чтобы совершенно всех в этом убедить, надо фотографию горизонта, грубо говоря, предоставить. Там определенные за счет сильного грандиционного поля будут определенные искажения, изображения безлежащих объектов, внутренние части аффлекционного диска. Картинки эти в интернете есть, как это выглядит, можно поискать. Если бы удалось прямо сфотографировать, то никто бы не сомневался. Но все это очень далеко, и разрешения инструментов, про которые очень долго рассказывал Островский, нам не хватает, чтобы прямо вот так взять и сфотографировать. На самом деле, я сейчас действительно добавлю, да. В принципе, астрономы считают, что еще несколько лет, и они это смогут сделать. Просто за счет накопления аналога. Ну да, считается, что скоро уже сфотографируют. То есть сейчас уже там дошли, как очень близко, что Игорь Михайлович рассказывал, что дошли уже очень-очень близко. Еще, наверное, вопросы? Такой еще есть вопрос. Все мы знаем про какие-то большие, массивные черные дыры, но еще бывает, когда встречается именно микроскопически. Можно быстро сказать, что это такое? Да, конечно. Большие черные дыры, это то, что вы назвали сфотографическими черными дырами, они являются следствием гравитационного коллапса. Значит, соответственно, существуют нижние ограничения на их массу. Я сейчас не помню, по-моему, то ли... То ли на Солнце? Да, то ли на четыре, значит, вот. И, так сказать, они существуют. Я вот тут подчеркивал о том, что для них на процесс испарения можно плевать и забыть. Просто потому, что у них масса, соответственно, 10-33, а черные дыра испаряют 10-15 за время жизни Вселенной. Микроскопические черные дыры, это черные дыры, которые могли образовываться во время инфляции. Вот, так сказать, то, что Даша в предыдущем докладе рассказывала про инфляцию, вот, существуют работы, в которых просто показано, как, там, по-моему, Макгибн, по-моему, да, Макгибн-Кар, работы, в которых показано, как при некоторых моделях инфляции, там, так называемая, double inflation, инфляция с двумя скалярными полями, еще образуются первичные черные дыры. Они образуются из топологических дефектов, то есть на них не действует вот это ограничение. И их массы уже не обязаны быть не меньше, чем три массы Солнца. Естественно, что, когда у вас ограничение снимается, ну, распределение, так сказать, все знают, естественно, что тогда гораздо более вероятно, что образуется много-много черных дыр с маленькими массами, чем одна с большой. И это, так называемые, первичные черные дыры, их пытаются искать. Вот, ну, они, либо судьбе, их еще называют реликтыми черные дыры, вот, то есть черные дыры, образовавшиеся, так сказать, в момент, на ранних стадиях, на ранних стадиях эволюции Вселенной. Вот, но их пока, опять-таки, никто не видел. Есть, опять-таки, работы, которые говорят о том, что их не должно быть слишком много, иначе потом получим противоречие с нуклеосинозом, то есть с образованием вещества, так сказать. Поэтому много их быть не может. Вот, и на это вот все время упирается, потому что, вот, и, например, модель первичных черных дыр, которые я рассказывал, которые появляются в гравитации второго порядка, вот, мы все время налетаем вот эти ограничения. То есть, их много быть не может, и поэтому, например, здесь это тоже получалось одно событие на 10-5 лет. Ну, то есть вот то самое единичное событие а-ля сенсорский монополь. Вроде как он видел, но, понимаете, наука не умеет работать с единичными событиями, потому что в этом случае вы не можете сказать, может, у вас просто кошка задела, так сказать, провод там с соседней, так сказать, и все. Понимаете? Вот. Здесь точно так же их никто не видел, но они могут быть, могут не быть, вот, ну, каких-то вот экспериментальных данных о том, что они есть, на данный момент нет. Ну, понятно. То есть, если их обнаружат, то это глухие подтверждения, по сути, африации. Да? Понимаете, опять-таки, вопрос такой, то есть, есть модели, в которых были, так называемые, сверхмассивные, массивные первичные черные дыры. Было популярно лет 10 назад, тоже обсуждали. Вот. Там их пытались искать с помощью микролинзирования. Там у них были массы 10-26 грамм. То есть, с одной стороны, они все-таки не испарялись, но с другой стороны, их пытались искать, потому что, ну, это такое, понимаете, то есть, либо вы можете искать уникальный объект, вот, уж как вообще что-то, что-то искать. Если у вас есть уникальный объект, то, понятно, ну, как бы тогда уже и даже небольшое количество событий вам что-то подтверждает. А так он может получить превышение на фон, понимаете? Вот. А тут у вас, если вы рассматриваете черные дыры, там больше трех массов, но ради бога, их много, поэтому как-то выделите в них какой-то класс, очень сложно. Вот. Если вы рассматриваете черные дыры с массой меньше, на уровне 10-15 грамм, они уже просто испарились, либо у вас летают какие-то реликтовые остатки, которые маслом размером 10-33 сантиметра, которые все проходят без взаимодействия, и все. Понимаете? То есть вот в свое время мой коллега, ну, мой Миша Памазан, Миша Михаил Вячеславич, наверное, уже для вас будет, пытался посмотреть, вот, например, вот эта черная дыра планковского масштаба, она проходит без взаимодействия через всю нетронную звезду, полностью, хотя, ну, еще и сверхот, и она пройдет не взаимодействие. По этой причине, так сказать, ну, вот они где-то тут летают, знаете, так сказать, как этот неуловимый Карабо Джорн, и все. А 10-26, то это, конечно, если они есть, то они, с одной стороны, их можно искать, вот, и, опять-таки, их не может быть слишком много, иначе мы не получим муклеуситов, значит, мы не ярко... То, что я сейчас рассказываю, по большому счету, называется антропный принцип. Мы должны получить нашу убедляемую Вселенную. Ну, еще, может, вопросы? Ну, тогда поблагодарим еще раз. Ну, и на этом, наверное, сделаем перерыв для обеда, и, скорее всего, после обеда просто переместимся в корпус, и там будут уже студенческие доклады за бокалом чая. Что, Стас? Скажи, с каких? С девяти часов. С девяти часов. Встань и скажи. Ну, скажи. Нет, ты. Ну, собственно говоря, у вас заказано на них сауна с девяти часов. Зачем? Ну, мы шли, шли, шли. Ну, пойдемте. Встань и скажи. Не, не знаю. Встань? Да. Здрать? Да. Можно шли-чли? Да. Да, ну, куда он или там? Да.